Глубокие подвалы, стальные сейфы, надежная охрана. Здесь хранятся уголовные дела исключительной важности. Под грифом «секретно». Многие годы говорить о них было запрещено. Как и о тех людях, кто разоблачал злодеяния преступников. Но я, журналист Роман Вайнер, приоткрою завесу тайны. И сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. 7 апреля 86-го года. На пульт милиции по Ленинграду поступил экстренный вызов. Голос в трубке был женским. Но ничего, кроме рыданий, дежурный разобрать не мог. Было ясно лишь одно. Случилось нечто ужасное. По указанному адресу немедленно выезжает оперативная группа. Так начиналась эта детективно-мистическая история, которая потрясла Ленинград в середине 80-х. И сегодня мы отправимся в этот красивый город, чтобы разобраться в страшном и запутанном деле. Петербург. Охтинский мост. С этого места открывается живописный вид на знаменитую часть северной столицы. Район Смольного собора. Там, за Невой, жизнь яркая и красивая. Сюда же, на правый берег, туристов не возят. Здесь расположена обычная жилая застройка. Но даже в этих местах есть свои легенды и тайны. Одна из таких историй началась ранней весной 86-го. Тогда по городу поползли слухи о таинственных нападениях на стариков и детей. Мол, счет погибших идет на десятки. Но кто совершает убийство и зачем, не знал никто. В советское время подъезды практически не закрывались. Сюда мог зайти любой желающий. Не было консьержек, а редкие домофоны моментально разбирали на запчасти хулигана. Под ковриком наивные граждане частенько оставляли ключи от квартиры. Легкомыслие по нынешним временам непостижимое. А в двери умудрялись оставлять важные записки. Даша, срочно перезвони маме. Тетя Нина, твоя соседка. Именно такую записку оставила Нина Розанова. Несколько минут назад женщине позвонила мать 9-летней Даши Михеевой. Она волновалась. Девочка не берет телефонную трубку. Просила проверить, не случилось ли чего. Я написала записку Даши, пыталась прикрепить ее к двери. Думала, придет Даша и прочитает ее. Но дверь от сквозняка внезапно открылась. Я взглянула и увидела, что вдоль стены лежит Даша вся в крайней. Соседка закричала и едва не упала в обморок. Но затем собралась силами, бросила звонить в милицию и скорую помощь. Прибывшим оперативникам открылась страшная картина. Потерпевшей Дарьей Михеевой причинены множественные колото-резанные ранения. Смерть наступила в результате повреждения жизненно важных органов на фоне острой кровопотери. В квартире был полный разгром. Открытые шкафы, вывороченные ящики, сорванные шторы. Убитые горем родители рассказали, пропали деньги, ювелирные украшения и почему-то книги. Но самое странное, похитили даже Даши на игрушке. На место прибывают опытные сыщики Анатолий Костин и Александр Малышев. Сумбурный вот такой набор, явно не какого-то серьезного грабителя, а характерен для такого юношеского возраста. Опросили жильцов. Но никто ничего подозрительного в тот роковой день не заметил. Это было очень странно. Чтобы вынести похищенное, нужна вместительная сумка. Человек с такой ношей наверняка привлек бы внимание. И самое главное. На двери не было следов взлома. Значит, ребенок знал убийцу. Однако Анатолий Костин выдвигает и вторую версию. Возможно, преступник вошел на плечах, как говорят, на плечах девочки. Войти на плечах. Профессионалы хорошо знают это выражение. И сейчас я объясню, что оно означает. Допустим, вы возвращаетесь домой и не замечаете, как за вами незаметно следит преступник. Ему не нужно подбирать отмычки. Он ждет, когда вы сами откроете дверь и врывается следом. Сыщики предположили, в случае с Дашей все могло быть именно так. Кто-то следил и ждал, когда девочка сама войдет в квартиру. Казалось, свидетелей чудовищного убийства найти не удастся. И вдруг молодая девушка, проживавшая в доме, заявила. Я все видела. Их было двое. А из кармана одного из них торчал детский калейдоскоп. Волшебный калейдоскоп. В советское время эта игрушка очень популярна. Стоила недорого, всего 27 копеек. Зато какие узоры! Говорят, комбинаций в калейдоскопе существовало так много, что увидеть одну и ту же было невозможно. Но каждого ребенка мучил вопрос. А что там внутри? Как получаются такие картинки? К сожалению, игрушка была картонная. Поэтому дети ее безжалостно разбирали. Разочарованию не было предела. Оказывается, внутри всего лишь цветные стекляшки и зеркала. Но зачем взрослым парням детская игрушка? Молодые люди сбили девушку с ног и сели в поджидавшую их Волгу. Сыщики удивлялись. Какой же ценный свидетель! Да как вовремя! Причем очень четко описывала она нам приметы этих двоих выскочивых парней. Описывала водителя. Гришина запомнила и другое. На машине была надпись «Межведомственный контроль». Вот это да! Машина редкая. Был отличный шанс выйти на преступников. Сыщики начали проверку всех водителей этой службы. Подходящих под описание людей предъявляли Гришиной на опознание. Но странное дело, Елена никого не узнавала. Помимо этой женщины во дворе и рядышком с этой парадной находятся еще несколько человек. Но в то же время никто из них не отмечает наличие вот этой вот машины, выбегающих парней и так далее. Стало ясно. Гришина лжет. Но зачем? Неужели кого-то покрывает? Или сама замешана в убийстве девятилетней Даши? Гришину решили тщательно допросить. Послали машину. Но родители были удивлены приезду сыщиков. Лена час назад ушла к вам в милицию на допрос. Вот так поворот. Ушла и не дошла? Куда же подевалась Гришина? А может быть ее, как единственного свидетеля, ликвидировали? Кто орудует в черных перчатках? У меня девочку вчера убили. Вот Машеньку. Лучшие сыщики угрозыска против неуловимого убийцы. Ребятишки, найдите его. Я вас прошу, я вас прошу. Арабские сказки. Фильм из цикла «Легенды советского сыска». Улица Рубинштейна, 13. В 81-м именно здесь, в двух шагах от Невского проспекта, открылся первый в Советском Союзе рок-клуб. В этом здании выступали Виктор Цой, Борис Гребенщиков, группы ДДТ и Алиса. Многим казалось, наконец-то государство признало рок. Скоро его разрешат окончательно. Наивные артисты. Им было невдомек. Государство стремилось не разрешить рок, а контролировать его и до отмены музыкальной цензуры было еще далеко. Ленинградские оперативники опросили подруг пропавшей Гришиной. И поняли, искать девушку нужно именно здесь, на улице Рубинштейна. Сыщики появились у клуба как раз в тот момент, когда Елена получала автограф. Однако радость ее была недолгой. Девушку доставили в отделение милиции. Там она, размазывая слезы и косметику по лицу, призналась. Этих неизвестных она придумала. Но зачем? Для чего? Для того, чтобы у нее была возможность от родителей отпрашиваться, якобы для помощи милиции в опознании преступников. Сыщики были потрясены. Воспользоваться смертью ребенка, чтобы ходить на танцульки, пустить милицию по ложному следу, в то время как настоящие убийцы Даши Михеевой разгуливали на свободе. Мама девочки почернела от горя. Тихо плакала и просила. Ребятишки, я помню это слово, она всегда говорила, ребятишки. Найдите ее, я вас прошу, я вас прошу. Даже у бывалых сыщиков сжимались сердца в этот момент. Тем временем пришли результаты трассологической экспертизы. На месте преступления обнаружили след от спортивной обуви. Ботики или адики? Сегодня этот вопрос вызовет лишь недоумение. О чем вообще идет речь? А в советское время любой школьник понимал, что к чему. Так называли модели импортных кроссовок. Ботики фирмы Ботос из социалистической Чехословакии. Адики – Адидас. Эти вообще можно было купить только в Березке. Или у спекулянтов. В народе даже ходила частушка на мотив популярной тогда песенки про Учкудук. Адидас – три полоски. И в пустыне отличная форма для носки. Но достанет не каждый из вас. Адидас – Адидас. Однако в середине 80-х в СССР наладили выпуск отечественных Адидасов. Сегодня это кажется нелепо. Но тогда кроссовки надевали не только на танцплощадку, но даже в театр. Девушки без всякого стеснения носили кроссовки с юбками и платьями. А парень в костюме и модных Адиках был неотразим. Именно след от Адидаса обнаружили эксперты в квартире, где была убита девочка. На оперативном совещании Анатолий Костин выдвигает две основные версии о том, кто мог совершить убийство ребенка. Первая. Мы даже считали, что возможно, что это подросток. Что вот похищенные игрушки. Но была и вторая версия. Жестокое убийство – дело рук психопата. Сыщики проверяют трудных подростков, недавно освободившихся, и тех, кто состоял на учете в психоневрологических диспансерах, а также пьяниц, хулиганов и дебоширов. Однако обнадеживающих результатов поиски не приносят. Тем временем выясняется. Недавно в Ленинграде произошло похожее по почерку преступление. Десятилетний Игорь Семенов стал жертвой таинственного преступника. Это случилось здесь, по адресу Невский проспект 147. Сегодня тут модная гостиница. А в прежнее время жили обычные люди. Неизвестный ворвался в квартиру, оглушил ребенка. И лишь чудом не произошло нового убийства. Стараясь проверить, жив ли мальчик или нет, он его прижигал сигаретой. Мальчик, слава богу, притворился мертвым и остался жив. Подобное в то время не укладывалось в голове. Прижигать ребенка сигаретой. Шел 86-й год. Это было самое начало перестройки. Власть партии Михаила Горбачева кажется несокрушимой. На демонстрациях несут его портреты. На 27-м съезде «Интернационал» вдохновенно поют и сам генсек, и будущий реформатор Борис Ельцин. Пока они едины. С высоких трибун главной задачей объявлено благосостояние народа. Необходимо решить две проблемы. Преодолеть продовольственный дефицит и предоставить каждой семье отдельное жилье. И в это самое время в Ленинграде кто-то убивает детей. Маленький Игорь долгое время находился в шоке. Описать внешность преступника он не мог. Зато с уверенностью сообщил, на ногах у него были кроссовки с белыми полосками. Опять «Адидас». Но ведь след от подобных кроссовок был обнаружен на месте убийства Даши Михеевой. Естественно, проводится какая-то аналогия. Что, возможно, это серия и, возможно, это появление маньяка. Где же искать жестокого убийцу? Единственная зацепка – след от кроссовки. Гостиный двор. Гостинка. Крупнейший магазин Петербурга. Его строили при двух императрицах – Елизавете и Екатерине. Он старше московского ГУМа почти на сто лет. Сегодня здесь можно купить все. От английской булавки до золотого колье. Универмаг занимает целый квартал. В советское время в гостинке часто появлялся какой-нибудь дефицит. За ним выстраивались огромные очереди. Товар, как водится, быстро заканчивался. И тут на помощь приходили неприметные люди с галеры. Так на языке спекулянтов называлась галерея первого этажа Ломоносовской линии. Здесь отирались неприметные граждане. Они вычисляли в толпе потенциальных покупателей. И заводили примерно такой разговор. Пейзак Екатерин нужен почти даром. Сколько? 200. 200? Ну ты рвач. Конспирации подпольных торговцев мог позавидовать любой разведчик. Демонстрация товара под лестницей, примерка в туалете – на все про все отводились считанные минуты. В такой обстановке вместо джинсов можно было запросто получить лишь половинку от них. А пиджак от Кардена на поверку оказывался изделием фабрики «Красная швея». Звать милицию бесполезно. Ищи ветра в поле. Однажды у гостинки появился молодой парень. Он предлагал набор изысканной французской косметики. Цена была смешная – всего 10 рублей. Почти даром. Разумеется, покупательницу спекулянт нашел очень быстро. Женщина не догадывалась. Настоящая цена французского набора – человеческая жизнь. Смерть звонит дважды. Кровь пила фонтана. И оставляет странные знаки. А я говорю, тогда я знаю, кто это. Приманка для убийцы. И мистические слухи. Арабские сказки. Детективный триллер из цикла «Легенды советского сыска». Сегодня мало кто помнит. В СССР был неплохо налажен выпуск телевизоров. Рубин, рекорд, фотон. Эти огромные ящики порой занимали четверть комнаты. И считались признаком достатка. Но существовали и портативные модели. Например, престижный «Шиллярис» или попроще электроника «ВЛ-100», что расшифровывалось «Владимир Ленин». Экран у него был малюсенький, 16 сантиметров, изображение черно-белое. Но школьники полюбили этот телевизор. Еще бы можно было тайком смотреть мультфильмы. За подобным занятием 10-летнюю Машу Вострякову однажды застала старшая сестра. Эх, опять мультики смотришь. А уроки кто будет делать? Пушкин? Девушка выключила телевизор. А сама засобиралась к подругам. Через минуту в прихожей раздался звонок. Маленькая Маша была уверена, что эта сестра что-то забыла и вернулась. Спустя час мертвое тело Маши Востряковой обнаружила соседка. Я никогда не видела мертвых людей, тем более мертвых детей, но я сразу поняла, что она мертва. Почерк преступления был тот же. Кто-то ворвался в квартиру и совершил жестокое убийство с помощью ножа. Он повредил ей артерию, видимо, вот шею, вот укропила фонтан. Пропали деньги, золото, книги и снова детские игрушки. Была опустошена и домашняя аптечка. Сегодня мало кто запасает пилюли на все случаи жизни. Аптеки работают круглые сутки. Купить в них можно почти все. Были бы деньги. О подобном в советское время и не мечтали. Многие лекарства не лежали на полках. Поэтому в каждом доме была домашняя аптечка. Из жаропонижающего аспирин, от головной боли анальгин. Сегодня утверждают, что он якобы вреден. Но тогда об этом никто не знал. Обязательно йод или зеленка. А еще валидол. Пачка горчичников. И клок дефицитной ваты. А вот и легендарное мумиё. Смолоподобная черная масса. Механизм образования до конца не изучен. Древние называли мумиё слезами камней. Об этом веществе в советское время ходили легенды. Говорили, что мумиё лечит все. Переломы, нервы и даже сердечные приступы. Чудодейственный препарат в аптеках было не сыскать. Его привозили из командировок в Среднюю Азию. Но в нашей истории убийца нашел для мумиё иное применение. Клейкую массу преступник размазал по всей прихожей. Ни одна собака теперь не возьмет след. Опытный сыщик Александр Малышев был уверен. Таким способом убийца пытается сбить следствие с толком. Он себя уже возомнил непревзойденным преступником по мастерству, что его никто не сможет поймать. По Ленинграду поползли невероятные слухи. Якобы в городе появился таинственный душегуб. Он проникает в запертые квартиры и нападает на детей. Поймать его невозможно, ведь это не человек. Страшные подробности люди пересказывали друг другу на автобусных остановках, в метро и магазинах. Но никто и подумать не мог. Обычные городские сплетни помогут напасть на след. А началось всё в обычном гастрономе. Вот я встала в очередь за мясом и слышу, что там бабушка плачет. Рассказывает. Я прислушалась. Она говорит, у меня девочку вчера убили, говорит, Машеньку. А я говорю, тогда я знаю, кто это. Я бросила эту очередь и в милицию. В милиции женщина рассказала. За час до убийства Маши к ним домой наведался подозрительный молодой человек. Дверь открыл её сын Виталик. Он подбегает ко мне и говорит, мам, говорит, там парень какой-то пришёл. И он спрашивает меня, почему я в библиотеке не записан. Увидев в квартире, женщину незнакомец смутился и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Но было видно, парень сильно нервничает и набирает цифры наугад. Ну что, поиграл телефоном, говорю, теперь рассказывай, зачем ты пришёл. А я ещё сыну говорю, беги, говорю, вниз, людей зови. Он просто так, говорю, не пришёл к нам. Незнакомец извинился за беспокойство и торопливо выскочил из квартиры. Но бдительная женщина хорошо запомнила странного парня. На нём джинсы были, Адидас, кроссовки были на нём, кожаная куртка была. И так он очень нанесен, очень привлекательный был. Чутьё подсказывает сыщикам, этот парень и убийство детей как-то связаны между собой. У следствия появляется фоторобот. Однако найти неизвестного не удавалось. Оставалась надежда. Убийца попытается продать украденные вещи. Но они не имели особых отличительных признаков. Впрочем, просматривая списки похищенного, оперативники обратили внимание. Преступник всегда забирает редкие книги. Некоторые из них – настоящая библиографическая ценность. Ленинградские сыщики решают пойти на хитрость. Сегодня газеты и журналы совсем не обязательно покупать. Порой они вываливаются из переполненных почтовых ящиков. А ведь когда-то газета была одним из неизменных атрибутов жизни советского человека. Её покупали по пути на работу, читали в переполненном метро или автобусе. В передовицах правды самое важное – выступление и речи генерального секретаря о том, как нужно жить и к чему стремиться. В известиях бесконечная битва за урожай и сведения о рекордной выплавке стали. А в крокодиле – карикатуры, в том числе и на международные темы. Сегодня они вызывают добрую улыбку, а тогда производили впечатление. Ну и страничка объявления. В правде такое не печатали. Серьёзное издание. Зато в газетах попроще – обмен квартир и брачные объявления. Здесь привлекательные блондинки немногим за 40 искали мужчин без вредных привычек. А вот это объявление оказалось в газете неспроста. Букинистический магазин берёт на реализацию редкие книги. Оплату гарантируем. Читатели не подозревали. Объявление о покупке книг – приманка для зловещего убийцы. Кровь на страницах. Книги были сданы молодым мужчиной. И сокровища ленинградского монстра. Новое нападение. 51 колотая рана. 51. И протоколы секретного дела. Упал на колени, затрясет. Арабские сказки. Финал драматической истории из цикла «Легенды советского сыска». Литейный проспект. Когда-то тут вершилась история не только Петербурга, но и всей страны. При Петре Первом здесь отливали пушки. Отсюда и название. Позже на этом проспекте жили Салтыков-Щедрин, Некрасов, Есенин. А в здании окружного суда неоднократно бывал начинающий адвокат Владимир Ульянов. В советские годы проспект был знаменит книжными магазинами. Старейший из них находился на углу Литейного и улицы Жуковского. Книголюбы знали, в букинистическом отделе можно купить уникальные издания. Именно здесь однажды появился молодой человек. В полиэтиленовом пакете у него лежали несколько томов арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Настоящая мечта книголюбов. Молодой человек сдал книги, расписался и ушел. Работник магазина не удержался и решил полистать редкое издание. Перевернул несколько страниц и обомлел. В конце одной из сказок Шахерезады на бумаге виднелись бурые пятна, очень напоминающие кровь. Сотрудник действовал по инструкции. Сообщать о всех подозрительных книгах. Ведь объявления о скупке редких изданий дали оперативники. Книги были сданы молодым мужчиной на паспорт Макарова. Мы, естественно, заинтересовались этой личностью. Михаил Макаров, 24 года, член ВЛКСМ. Работает монтёром на предприятии «Ленгидроэнергоспецстрой». Женат. Ранее не судим. Макаров подходил под описание, которое уже было у сыщиков. На оперативном совещании приняли решение молодого человека немедленно задержать. Дверь сыщикам открыла жена подозреваемого. А мужа нет дома. Ушёл за хлебом и молоком. Всё произошло в этом старинном дворе. Оперативники разделились. Одна группа расположилась в квартире, другая стала наблюдать за подъездом. Вскоре Макаров появился. Парень шёл домой, размахивая авоськой и что-то насвистывал. Как вдруг услышал. Макаров, стоять на месте! Подозреваемый был ошарашен. Казалось, ещё немного, и он расплачется. На первом же допросе стал биться в истерике. Упал на колени, затрясся все, направьте меня в Афганистан, я пролью там кровь свою. Где-то убийца ползал по полу, заглядывая в глаза сыщикам и спрашивал, а меня точно не расстреляют? Мне сохранят жизнь? Имейте в виду, у меня маленький ребёнок. Кто же его воспитает, если не я? Смотреть на это было омерзительно. Макарову объяснили. Его судьбу решит суд. Участь облегчит только чистосердечное признание. Некоторое время убийца раздумывал, а затем решился. И рассказал оперативникам свою самую главную тайну. Набережная Фонтанки. После очередного преступления Макаров приходил сюда. Никто из местных жителей не подозревал. В подвале их дома душегуб хранит сокровища. Кольца, брошки, женские серьги, пачки денег. Всё это Макаров прятал в чёрном дипломате. Его он тоже украл. Убийца подолгу смотрел на трофеи. А затем брал одно из вещей и дарил кому-нибудь из родственников жены. Чтобы те не приставали с норовоучениями. Содержимое тайника Макаров планировал продать. А на вырученные деньги купить квартиру в кооперативном доме. Жить с тестем и тёщей было невыносимо. Те постоянно обзывали его неудачником и попрекали куском хлеба. После очередного скандала я решил кого-то обворовать. Мне надоели разговоры, что я простой монтёр и мало зарабатываю. Поначалу Макаров проникал лишь в те квартиры, где неосторожные жильцы забывали закрыть форточку. Но очень скоро монтёр-домушник стал понимать. Ему чего-то не хватает. Я смотрел заграничные фильмы про ограбление банков. В них преступники действовали так дерзко. Им удавалось похищать много денег. Но идти на штурм сберкассы Макаров боялся. Ведь там тревожная кнопка. Приедет милиция и будет стрелять. А рисковать своей жизнью ему совсем не хотелось. Куда проще нападать на детей. Первую жертву Игоря Семёнова преступник встретил, когда в поисках лёгкой добычи бродил по Ленинграду. Проследил за школьником и увидел, как тот открывает дверь своим ключом. Проник в квартиру, убедившись, что мальчик один, с заточкой, сделанной из отвертки, нанёс ему несколько ударов в тело, в том числе в голову. Маленький Игорь потерял сознание. А Макаров, чтобы убедиться, что мальчик мёртв, прижигал его с сигаретой. Ребёнок выжил, но навсегда остался коллегой. Первые дни преступник считал, скоро за ним придут. Впереди тюрьма. Но этого не случилось. И тогда он продолжил. 7 апреля 1986-го Макаров ворвался в квартиру, которую открыла маленькая Даша. Считать признание убийцы непросто. Сквозь пожелтевшие листы уголовного дела разворачивается страшная трагедия последних минут жизни девочки, которая всё понимала и молила дядю о пощаде. Надо меня убивать, закройте меня в ванной. Она же взрослая девочка была, я была 9 лет. А он сказал, что нет, я не оставляю свидетелей. Не оставил он в живых и Машу Вострякову. Хотя девочка тоже просила не убивать. Макаров заботливо забирал у убитых детей игрушки, чтобы подарить их своему ребёнку. Постепенно негидь входил во вкус и уже не боялся отнять чью-то жизнь. Женщина выносила мусорное ведро на лестницу и увидела стоявшего там парня. Высказалось в его адрес, что тут, мол, ходят всякие, покоя не дают. Такое отношение Михаилу не понравилось. Он убил старушку. На допросе разоткровенничался. Просто так, чтобы не бухтело. Ведь поживиться в квартире пожилой женщины по-настоящему не удалось. Ну, особо ценного ничего там не пропало. Там 120 рублей. Старинная супница. Бабушка, пережившая блокаду, была убита с особой жестокостью. Как следствие установило, там 51 колотая рана. 51. Изучая историю ленинградского убийца, сыщики заподозрили. А не догадывалась ли его жена о кровавых похождениях? Ведь ей он тоже дарил похищенное золото. А если знала, то почему молчала? Боялась или все устраивала? Однако доказать причастность жены не удалось. В ноябре 87-го состоялся суд. Он был недолгим, как и жизнь молодого убийцы. Михаил Макаров был приговорен к смертной казни. С конфискацией имущества. Приговор должны были привести в исполнение здесь, в знаменитых крестах. До последнего момента душегуб надеялся. Расстрел отменят. И он, убийца детей, останется жить. Этого не случилось. Прошение о помиловании было отклонено. Так закончилась эта драматическая история. Впереди моих героев, сыщиков ленинградского угрозыска, ждали новые уголовные тайны. Но об этом обязательно в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова